Америка нам не враг Не надо искать друзей там, где их нет и быть не может по определению Трамп для нас, возможно, даже более неприятный противник, чем продолжающий разваливать Америку нетрадиционными ценностями демократы Кто бы не победил за океаном, украинцы должны рассчитывать только на себя Пример Южной Кореи Сейчас многие шокированы Но я спокойно воспринимаю победу Трампа Как и любая объективная реальность Приведу пример В 1953 году власти США объявили южным корейцам Что все Подписывайте с будущим КНДР перемирие Мирного соглашения у них нет до сих пор кстати В Сеуле тогда произошел траур Что дальше? Республика Корея утрачивала половину территорий Официально Пхеньян становился столицей Мордора Дальнейшее существование которого казалось величайшей несправедливостью в мире Я просто не совсем понимаю всегда, почему люди считают окончанием войны заморозку конфликта И что дальше? И дальше Россия, которая не наказана за тот объем преступлений, за тот объем агрессии, который она сегодня несет Она вдруг стала законопослушной и совершенно точнее продолжает инвестировать деньги в терроризм, в диверсии, в провокации Но Южная Корея была обязана это принять Ибо не имела на тот момент мощной армии и военной промышленности И полностью зависела от партнеров И кстати, в Корее тогда тоже была ужасная коррупция И южнокорейские власти, так же как и северные, имели диктаторские замашки Но со временем все поменялось Прошло много лет и корейцы осознали, что в уже далеком 1953 году они получили главное Полноценную государственность и билет в будущее Каким еще нужно было воспользоваться И они это сделали Современное поколение корейцев юга против возвращения северных территорий Такова социология Ибо по их убеждению у корейцев-коммунистов противоположные ценности И они не хотят вместе с ними жить На вопрос, что важнее, земля или люди У корейцев ответ быстрый Люди На официальном уровне Сеул не намерен отказываться от претензий на оккупированные территории Придет время, и они их вернут Вот увидите Победит успешная модель Династия Кимов падет Россия, скорее всего, движется к обществу типа Северной Кореи Северная Корея была построена по модели Советского Союза 30-х годов И Россия нынешне идет к Северной Корее У которой, как вы знаете, есть военное производство И есть безумно нищее население Которое с трудом выживает, но бодро славит вождя Вот это та модель, которая идет России Видимо, другого пути уже нет Мы когда об этом начали говорить Вы придумываете, не может быть, Россия даже не будет похожа на Иран Но по многим признакам Россия уже сегодня выглядит хуже, чем Иран И я согласен с моими коллегами О том, что мы уже прошли ситуацию Ирана Мы движемся, да, дальше, чем Иран Мы движемся к Северной Корее Это значит, будет огромная территория С крайне бедным населением Отсталая, враждебная окружающему миру Содержащая вооруженные силы За счет обнищания населения И злобно относящаяся Ко всем окружающим странам Поэтому окружающим странам надо готовиться жить с таким соседом Накапливать армию, накапливать оружие Отлаживать технологии борьбы с таким союзом Союзником, бывшим когда-то, а теперь врагом Севера По-другому этого мы уже не увидим Я понимаю, что это не веселая картина 21 века Но я вот вижу ее именно так У нас ситуация несколько иная Украине, как минимум, еще нужно стать успешной И Россия, это не КНДР Но ведь из-за КНДР тогда стоял Китай и СССР Все конфликты разные и чем-то схожи Финнам тоже было очень больно терять Карелию Но фантомные боли прошли, а Финляндия стала мега удачной И у нас, во-первых, на тысячи километров там сколько людей А у них они друг на друге сидят Им обидно, что мы так шикарно живем в этой Европе Они завидуют нам Нам и сейчас завидуют, иначе бы они лезли к нам А мы будем только укреплять себя изнутри и вовне Завидуйте великой дружбе российских и корейских народов Пройти через боль потери территорий Совсем не значит автоматически стать успешными в дальнейшем Противоположных примеров еще больше Просто нужно подготовиться к возможным серьезным изменениям Взрослому разговору в обществе И понять, что нам никто ничего не должен в действительности И что мы, как и корейцы, должны рассчитывать только на себя Кто бы не победил за океаном Не треба скиглите, треба брать лопату и гадувати свою семью Что сделает Трамп в случае, если Путин ему откажет? Я тоже считаю, что он продолжит поддержку Украины Но ровно руководствуясь идеей Байдена Эта поддержка должна оказываться ровно в той мере Какой она не приведет к конфликту прямого между США и Россией Вот Байден уходит с поста президента, говорят, что он был тем президентом При котором Америка не вела ни одной войны В мире Трамп таким президентом никогда не был При нем были войны Афганистан был Ну, имеется в виду, он не начал Трамп говорил, что я не начал ни одной войны А Байден может говорить, что он Закончил, ну, в частности, войну в Афганистане Да, и больше никакой войны Америка не ведет Да, сама Америка Вы как-то понимаете, что Трамп хочет быть президентом Который ни одной войны не начнет Это то наследие Байдена, которое для него важнее всего на свете Потому что он президент миротворец Для американцев Америка не должна воевать И если Байден оставил ему Америку, которая, вот если его изберут Которая не воевала А он начнет войну еще и с Россией То это какой-то антитрамп Поэтому я считаю, что То есть, что есть ровно два варианта Развития событий после того, как Путин пошлет Трампа Первое Трамп вообще умоет руки Скажет, что это европейский конфликт, который ему неинтересен Но я думаю, что это маловероятно Потому что Трамп будет учитывать общественное настроение Говорящее о том, что Украине надо помочь Сопротивляться И второй вариант Что он будет ей давать ровно столько оружия Сколько, по его мнению, не должно привести к прямому столкновению с Москвой Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok